Стоп! Реальное видео про то, куда инвестировать в крипте, подумаете вы. Биток на дне, эфир пробивает дно и другие монеты касаются своего all-time low. А ты говоришь про инвестиции. Да, инвестировать можно уже сейчас и в этом видео разберемся куда. Сегодня я расскажу вам о криптоактивах, которые помогут вам заработать в долгосрок приличную сумму. В любом случае нужно дождаться следующего бычьего цикла, для того, чтобы понемножку начинать фиксировать свои криптоактивы. Но что купить, чтобы зафиксировать? И как это понять? Это самая легкая стратегия, поскольку особо ничего не нужно делать. Сейчас я расскажу вам о тех монетах, которые можно приобрести на долгосрок. Начнем с самого главного. И это было очевидно, что это будет биткоин, поскольку с него все начиналось, им все и заканчивается. Ведь если он упадет, то в закат уйдет вся криптоиндустрия. И не важно, насколько был сбалансирован и диверсифицирован ваш портфель. И наоборот, во время роста вы выиграете. Правильно даже не так сказать. А сколько хватит терпения, столько и заработаете. Но упадет он, к примеру, до 5, либо же 10 тысяч, а вы купили по 15. Поддались панике, продали по 5, а кто-то вместо вас дождался и продал биткоин по 30 тысяч за одну штучку. В любом случае, если речь идет о том, куда же инвестировать, выбирайте биткоин. Тем более, есть математическая модель, которая гласит, что биткоинов в обращении будет всего лишь 21 миллион. И в любом случае, в моменте, он рано или поздно обновит свой исторический максимум. Поэтому, по сути, заработает тот, кто умеет ждать. То есть, заработают те люди, которые не поддаются панике и эмоциям. И не обязательно покупать целый биткоин, чтобы когда, когда-то там он вырастет, вы заработали 43 тысячи долларов. Я думаю, что вы и так это понимаете. Важно найти укромное местечко в вашем портфеле для этой монеты. Поскольку, когда она вырастет, вы точно заработаете, владея монетой, на которой ориентируется весь рынок. А если упадет, то, опять-таки, никак не меняется тот факт, что вы владеете монетой, которая задает тренд всему. Кроме того, когда начать покупать, как не сейчас. Итак, мы имеем монету, с которой все началось. И которая показала себя как актив, а не как пирамида. И, конечно же, получила social approve на протяжении многих лет. Если биткоину мы можем доверять и выделить место в нашем криптопортфеле, поскольку это первопричина и фундаментал всего, то вторая монета, о которой мы поговорим, также имеет место быть в нашем криптопортфеле. И имеет под собой столь же сильное доверие к ее технической части. Да, вы правильно поняли. Сейчас мы поговорим о Ethereum. Эта монета появилась как следующий логический шаг применения блокчейна. Говорят, что именно блокчейн биткоина дал понимание Бутерину, куда двигать дальше технологический блокчейн. Поскольку блокчейн биткоина на тот момент уже таким не являлся. Ведь теперь появились смарт-контракты, которые создали, по сути, рынок децентрализованных финансов. И подарили нам прелести взаимодействия с Web3. Теперь крипта не просто средство платежа. Это возможность создания сложных децентрализованных приложений, которые работают именно на смарт-контракты. Это дало толчок другим разработчикам создавать новые блокчейны, улучшать старые и менять мир. Но вернемся в начало. Это первый блокчейн, который до сих пор является самым технологичным и узнаваемым. А это в ближайшие годы точно не изменится. Такое историческое доверие и уважение нельзя просто так растерять. Соответственно, люди видят прогресс, верят в проект, команду. И именно из-за этого эфир также попадает к нам в портфель. Я специально не делаю разбивку по процентам. Оставлю место для вашего собственного исследования. Тем более, ни в коем случае не воспринимайте это видео как финансовый совет. Поскольку я сама принимаю решение о покупке. И, соответственно, сама же и несу ответственность. Что и вам советую сделать. Сказала это я не просто так. Поскольку дальше идут монеты, которые несут немного больше риска. Но и, соответственно, потенциал роста тоже велик. В свете последних событий эту монету можно было бы и не упомянуть. Ну, либо же отшучиться. Но все-таки я хочу, чтобы она попала в видео. Это BNB. Да, многие из вас сейчас подумают, что это не самое лучшее время для приобретения данной монеты. Поскольку есть шумиха вокруг FTX и Binance, судебное разбирательство и так далее. Но я бы не была столь предвзятой. Сейчас простыми словами объясню. Это будет напоминать историю с биткоином. Его чувствительность к рынку, к индексу страха и к настроению людей. Ключевое то, что люди делают цену, а не цена людей. Многие упускают тот факт, что на рынке ликвидность, по сути, это мы с вами. И совсем недавно мы стали свидетелем краха и падения второй криптобиржи в мире. Даже если Binance таким образом ликвидировала своего конкурента, то возникает вопрос. Куда же перетечет с кошельков вся ликвидность, когда все утихнет? Акцентируя внимание на том, что когда все утихнет. Я думаю, что так и будет. Ведь Binance это огромная компания с большим количеством юрисдикций, которая может нанять лучших юристов в мире. Ну и соответственно выйти сухой из воды. Кроме того, те, кто в крипте, знают, как потрепали данную криптобиржу еще ранее, в далеком прошлом. Но с первого места ее это никак не сдвинуло. Так же, как и монету BNB, которая работает на собственном блокчейне. Это как пословица, что нас не убивает, делает нас сильнее. Возможно, этот факт станет ключевым в будущем укреплении монеты. Либо же фатальным в ее возможном падении. Но повторюсь для тех, кто еще не понял. Падение Binance равно падению всей крипты на долгие и долгие годы. А также утраты доверия и сопутствующих проблем абсолютно для всех. От мелкого хомяка до крупного кита. А кому это выгодно? Правильно, никому. Поэтому все приложат максимальное усилие для того, чтобы избежать наихудшего варианта. Я могу заблуждаться, но вы ведь сами следите за всем и можете принять вовремя нужное решение. Упущу тот момент, что блокчейн также не стоит на месте. На нем развивается большое количество дабс, дефай, а также игр. Пользователи любят его не меньше эфира. Присматриваемся к BNB, следим обязательно за твиттером CZ и двигаемся к следующей монете в этом видео. Как говорится, здесь могла бы быть Солана со своей монетой Sol, но виной тому, что сейчас монета на дне, конечно же Alameda и FTX. Благо крипта не прощают ошибок и вовремя их скрывают. В этом главная особенность таких видео и крипты в целом. Никогда нельзя знать точно, что и когда рухнет. Все, что мы можем делать, это диверсифицировать и учиться правильно читать новости. Также делать выводы и не поддаваться эмоциям. Сейчас мы дружно поблагодарим Солану за то, что она уступила место в общем рейтинге полигону Матику. Он и так бы это сделал, но вежливость Соланы помогла. Почему именно этот блокчейн и монету используют все самые известные бренды в мире? Как вообще ей получилось выйти с крипто-тусовки и победить в масс-адобшине? Именно технология NFT стала ключевой. Так, дешевые комиссии, доверие к блокчейну, а также маркетинг делают свое дело. Солана могла составить конкуренцию, но она выбрала немного другую стратегию и плохих инвесторов. А полигон быстро захватывает рынок NFT коллаборациями с известными брендами, а также спортивными клубами. Это удалось по нескольким факторам. Первый – это идеальный блокчейн для масс-адобшина. Он достаточно простой и каждый может на нем создать свою NFT. А в противовес бывшему главному конкуренту Солана он еще и безопасен. По крайней мере, за все время не было еще новостей о падении сети, либо же о взломе блокчейна. Чего не скажешь, конечно же, про Солана. Но интерес приутих в связи с фазой рынка и падение интереса к NFT. Что, как мы понимаем, было фишкой этого блокчейна. Но, учитывая все факторы, Matic имеет потенциал роста, сильное комьюнити. И, в принципе, все для того, чтобы оказаться в нашем портфеле. Следующая монетка – Avalanche. Я не раз ее уже упоминала в своих видео и, в принципе, я не изменила свое мнение. Это открытая платформа для программирования смарт-контрактов и децентрализованных приложений. И дабы не углубляться в техническую документацию, приведу параллели. Это что-то среднее между ETH и Matic. Есть ли куда этой монетке расти? Конечно же, да. Будет ли это в скором времени? Думаю, нет. Почему? Потому что экосистема и спрос зависят непосредственно от запусков на блокчейне и использования его как инфраструктуры. Что нивелируется из-за низкой ликвидности на рынке и малого спроса. Но помните ли вы контекст этого видео? Мы сейчас находимся на дне, в самый разгар криптозимы. И ищем те криптоактивы, которые выстрелят, когда начнется бычий рынок. Именно этот блокчейн дает возможность быстро, качественно и безопасно создавать децентрализованные приложения. Его еще называют убийцей эфира. В этом я, конечно же, сомневаюсь, поскольку каждый новый блокчейн ставит себе это за цель. Но не сомневаюсь в технологичности этого блокчейна, пропускной способности и экосистеме. Намеренно не вдаюсь информацию об инвесторах. Во-первых, вам это не интересно. Во-вторых, в этот список попали и так достаточно сильные проекты. Ну и в-третьих, в конце концов, вы будете делать собственный ресерч перед приобретением любого криптоактива. Следующая монетка – НИР. Про экосистему НИР вы можете найти отдельное видео на моем YouTube-канале. Там я подробно рассказала, почему этот блокчейн крутой. И упомянула все технические характеристики. Но вкратце объясню, почему эта монетка должна быть в нашем портфеле. Фишка блокчейна – это его пропускная способность, а значит высокий спрос на инфраструктуру. Достигает ее он при помощи технологии шардинга, которая, грубо говоря, крошит транзакции на мелкие, отдавая большую задачу разным нодам. Кроме того, недавно проект запустил L2-решение, которое должно сильно пробустить рост спроса и самой экосистемы. А значит, повлияет на цену в короткой перспективе и в долгой даст рынку решение, что повлечет стальной рост. Но всему свое время. Учитывая, что сейчас мы на дне, как раз думаю, время для того, чтобы докупать, усреднять и покупать на перспективу криптоактивы. Следующий блокчейн – Космос с монетой Атом. Космос называет себя интернетом блокчейна, потому что создал продукты, которые позволяют каждому создать свой блокчейн. Это буквально набор отдельных инструментов, а не просто блокчейн. Один из которых – Тендерминт. Механизм Proof of Stake, который позволяет пропускать до 10 тысяч транзакций в секунду. Космос СДК – это второй продукт, который позволяет строить приложения на Тендерминте. А также интернет блокчейн коммуникейшн позволяет делать кроссчейн связи в сети при помощи мостов, которые объединяют десятки блокчейнов внутри. Много известных проектов были созданы при помощи Космос, а его токен используется для управления и оплаты комиссий в сети. И имеет большой потенциал роста, поскольку это не просто блокчейн, а решение, которое создает возможности для других. Поэтому лишней эта монета не будет. Также советую посмотреть мое видео «Куда инвестировать 1000 долларов в 2023 году, чтобы на бычьем рынке заработать». Теперь осталось просто сделать собственный ресерч, принять решение и инвестировать. Также не забывайте, что инвестировать всегда лучше частями, то есть летенькой. Не стоит всю сумму закидывать в один день и покупать на эту сумму криптоактивов. Даже если цена опустится дешевле, вы сможете докупить на часть суммы и усреднить свою позицию. А в перспективе тех лет, на которые было записано видео, в любом случае ваш криптоактив вырастет. Про другие возможности заработка также смотри на моем канале. До скорой встречи, ваша блонди.